Классный час по теме толерантность прошел в одном из классов средней школы номер 6 города Амурска. Более подробно расскажет Валерия Толкачева. Работа по воспитанию толерантности у детей ведется всегда. Наше время не исключение. Патриотизм, гражданственность, толерантность приобретают сегодня особый смысл, потому что уважение воспитанников к однокласснику, другой национальности, полноценное общение на примерах равноправия, оказание необходимой помощи, внимательное отношение к его нуждам в решении возникающих проблем – вот одна из главных ценностей человеческого существования в гармонии с миром природы и общества. Толерантность – это важнейшая составляющая воспитания, предусматривающего приобщение к национальным духовным ценностям, к общечеловеческим знаниям, к единению культур, формирующим мировоззрение подростков. Я думаю, что не все из вас, услышав слово «толерантность» или прочитав сегодня тему нашего классного часа, для себя готовы объяснить значение этого слова и понять его. И вот разобраться с этим качеством нам с вами сегодня предстоит. Понятие «толерантность» очень широкое. На уроке ребят познакомили, какое определение этому слову дается на разных языках, и рассмотрели, какие виды толерантности бывают. Затем предложили нарисовать эмблему толерантности и защитить ее. Класс был разделен на команды. Творческий процесс проходил активно. Детей поддерживали родители. И вот что получилось. Вы нарисовали две людей, которые от обращения культуре, от обращения культуре, от обращения культуре. Только обращение знак вращения. Как бы согласны ребята с этим? Остребилось в живом виде. В общем, мы нарисовали культуре, потому что он вообще был от обращения к толерантности. Он поднимал их мнения, их поступки, и их самих такими, какие они есть, и как их их не менял. Вы согласны с этим? Да. Да. Молодец. Девочка очень много раз ошибалась, абсолютно желая. Она помогла мальчику бегать, так как он не мог ходить. И она все липсов на этого мальчика, как бы помогла ему стоять. Также мы тут нарисовали мальчика, который подобрал бездомного щеночка, и он ценит его ручками вот этой вот женщине. Она как бы его принимает, то есть это состредание, она помогает, потому что они вместе с ним все помогают. А сзади их радуга, она как бы вот тоже символитирует это состредание, то есть вот это состредание, это настроение. Это вот по помощи людям и животным состредания. Затем все вместе определили, какими качествами характера обладает толерантная личность, а какими им толерантная. В каждой команде были розданы карточки, на которых записаны качества характера человека. Необходимо было выбрать карточки, которые характеризуют толерантную и интолерантную личность. Великодушие. Великодушие. Кому? Какой личность? Толерант. Спасибо. Дальше. Игнорирование интолерантное. Скупость интолерантность. У меня сострадание и сотрудничество. Сострадание и сотрудничество. У меня немотивированная агрессивность и раздражение. Согласны? Да. Согласны. Затем было предложено в каждой команде выбрать одного одноклассника и описать его качество, а другим по описанию угадать. Душевная, понимающая, вспыльчивая, общительная, нежная, ласковая, улыбчивая, спортивная, красивая. Да, 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 да. А ты спортивный будешь? Да, да. Даже не длинная. Ну, ты спортивный будешь. Милая, вспыльчивая, большая душа, дружелюбная, нежная, добродушная, отзывчивая, ласковая и чуткая. Слушай, я бы сказала, что это иначе. Ну, какого же у меня? Да, 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 да. Алина, Алина. 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 Класс – это маленькая семья, и хотелось бы, чтобы в вашем дружном классе всегда царили доброта, уважение, взаимопонимание. Алина. 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 Алина.